Добрый вечер! По информации Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 14 случаев заболевания, поэтому в городе Одесса и городской системе здравоохранения понимают необходимость обеспечения постоянной готовности городской системы здравоохранения к реагированию в случае регистрации больных коронавирусом на нашей территории. Хочу отметить, что городским департаментом здравоохранения внимательно отслеживается ситуация с заболеваемостью коронавирусом с января месяца, фактически когда появилась информация о вспышке в Китае. Был собран штаб городским головой комиссии ТБЧС в конце января, по результатам обсуждения на котором было предложено ввести определенные противоэпидемические мероприятия и дооснастить наши лечебно-профилактические учреждения средствами индивидуальной защиты. На сессии Одесского городского совета 6 февраля 2020 года было принято решение о выделении финансирования в сумме 1 млн 620 тыс. гривен. На эти деньги были закуплены и большая часть их уже оперативно поступила в медучреждения средств индивидуальной защиты. Это маски, одноразовые и многоразовые респираторы, костюмы защиты врачей, комбинезоны, дезинфекционные средства и все необходимое для того, чтобы защитить медицинский персонал. Кроме того, была проведена дополнительная закупка костюмов защиты и других средств защиты, а также дезинфекционных средств нашими учреждениями первичного звена. Это центры первичной медико-санитарной помощи и детские поликлиники. В целом на сумму свыше 400 тыс. гривен они уже закупили. Это не деньги городского бюджета, это те средства, которые получают учреждения первичного звена от Национальной службы здоровья Украины на основании подписанных с пациентами деклараций. Кроме этого, обсуждалась потребность, сколько еще нужно чего докупить и сформирована еще одна закупка, которую учреждения также проводят за свои средства. В размере порядка 103 миллионов гривен учреждения, а также еще денег НСЗУ направят на закупку средств защиты. Были проведены симуляционные тренинги в городских больницах, отработан весь маршрут пациента, который обращается с подозрением на коронавирусную инфекцию, все его этапы, как он обращается, как дальше его изолируют, как проводится осмотр, как дальше проводятся диагностические и лечебные процедуры, с тем, чтобы в случае обращения такого пациента в реальности каждый шаг был проработан, и врачи были, и медработники все полностью готовы к тому, как оказывать медицинскую помощь такому пациенту. Кроме того, сегодня на сессии Одесского городского совета принято решение о выделении дополнительного финансирования на мероприятия, связанные с противодействием коронавирусу в городе Одессе. Первая речь, в первую очередь мы говорим о закупке дополнительного оборудования, это аппаратуры для искусственной вентиляции легких, планируется купить дополнительно к тем, что уже есть в медучреждениях, еще 50 аппаратов ИВЛ и плюс 4 транспортных аппарата. Также будут закуплены анализаторы газа в крови, 200 пульсоксиметров, 232 кислородных концентратора, 21 монитор пациента, оборудование для автоклавирования, с тем, чтобы полностью обеспечить готовность городских медучреждений, в случае поступления пациентов, которым такой вид медицинской помощи будет необходим. На сегодняшний день в городской клинической инфекционной больнице Одессы, которая определена как базовое учреждение для оказания помощи пациентам в случае заболевания коронавирусом, находились по данным наутро 17 человек, это люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции и недавно посещали те страны, в которых были зарегистрированы случаи заболеваемости коронавируса. Вчера больница получила первые тест-системы, небольшое количество, основная закупка в числе 10 тысяч тест-систем должна поступить в ближайшее время, и те пациенты, которым необходимо по медицинским, по клиническим, а также по эпид-показаниям, по эпид-анамно-затестированию, им проведено. По данным руководства инфекционной больницы, на данный момент уже протестирован 21 пациент, и все результаты теста на коронавирус у них отрицательны, то есть случаи коронавируса по Одессе, как мы видим, не зарегистрированы. Что касается очень важного момента по недопущению заболеваемости коронавирусом, кроме необходимости оснащения городских медучреждений, кроме обучения персонала, которое уже очень серьезно и проведено, очень важный момент, это то, что зависит от каждого из нас, это меры профилактики и меры контроля своего состояния и недопущения заражения других людей теми пациентами, у которых симптомы появляются. Для профилактики заражения коронавирусной инфекцией очень важно соблюдать очень тщательно меры личной санитарии и гиены. В первую речь идет о тщательном мытье рук с моющими средствами, не очень быстро, а где-то 20-30 секунд минимум нужно тщательно обрабатывать руки при мытье, под горячей водой, не холодной, либо если отсутствует возможность помыть руки, пользоваться дезинфекционными средствами, оптимальными из которых являются средства с содержанием спирта не менее 60%, также можно использовать раствор хлоргексидина. Это те вещества, которые убивают коронавирус. Кроме того, для защиты людей от инфицирования необходимо очень тщательно контролировать себя, находясь в местах общественных, с тем, чтобы руками, которые могут быть не очень чистыми, не прикасаться к входным воротам инфекции. В первую очередь это нос, рот, глаза, то есть это те места, через которые вирус наиболее вероятно может попасть в организм. То есть не нужно, находясь в общественном месте, трогать руками лицо, поправлять волосы. Это все можно делать только абсолютными чистыми руками, которые только что вы вымыли, либо только что вы обработали дезинфекционным средством. В случае, если человек заболел, и у него есть симптомы респираторной инфекции, а мы знаем, что коронавирусная инфекция, она имеет симптоматику очень схожую с другими респираторными заболеваниями, первое, что необходимо сделать, это остаться дома и обратиться по телефону к своему семейному врачу. В случае, если заболел ребенок, к педиатру, либо тоже семейному доктору, с которым подписана декларация. Пожалуйста, не нужно проявлять героизм и ходить больными на работу в общественные места, тем самым подвергая окружающих риску заражения. Это касается не только коронавирусной инфекции, это касается и возможности заразить других людей гриппом, ОРВИ и так далее. Если человек, особенно вернувшись из страны, где недавно зарегистрированы случаи коронавируса, почувствовал недомогание, повышение температуры, слабость, кашель, насморк, необходимо еще раз подчеркнуть, не посещая медицинское учреждение лично, сразу набрать своего доктора семейного и рассказать ему о симптоматике, а также рассказать обязательно свою историю посещения каких-то других территорий. Если это по каким-то причинам невозможно, в городе Одессе при городском центре неотложной медицинской помощи работает колл-центр. Круглосуточно по номерам телефонов 1550 с городского телефона или 0800 50 1550 с мобильного телефона можно позвонить и получить консультацию квалифицированных специалистов по всем вопросам, связанных с коронавирусом и также порядок обращения за медицинской помощью в каждом конкретном случае. Если необходима госпитализация либо выезд на дом, на дом может выехать автомобиль неотложной медицинской помощи. Для города Одессы такие автомобили закуплены, и врач приезжает на дом к пациенту, уже понимая, что возможны какие-то риски, оснащенные средствами защиты, и в случае необходимости решается вопрос о госпитализации пациента в профильное учреждение, то есть в инфекционную больницу. Сейчас в городе Одессе и в других городах Украины по другой территории приняты достаточно серьезные меры, направленные на карантин, на разобщение людей, потому что когда люди не собираются в одном месте в большом количестве, риски инфицировать друг друга значительно меньше. Поэтому хочется попросить всех соблюдать эти меры предосторожности, особенно если у вас есть пожилые родственники, родители. Мы знаем по опыту других стран, что пожилые люди являются наиболее уязвимой для коронавируса группой населения. Просьба обязательно разъяснить им правила профилактики, правила обращения к врачу, проконтролировать, чтобы они были обеспечены продуктами, и чтобы они лишний раз не выходили в магазин, возможно обеспечить им доставку продуктов, доставку медикаментов и позаботиться об этих людях, чтобы они не находились по возможности в местах общего пользования. Что касается департамента здравоохранения, то для оперативного реагирования на всю ситуацию в городе, связанную с коронавирусом, при департаменте создана мониторинговая группа, которая ежедневно отслеживает всю ситуацию по всем городским учреждениям. Городским головой было проведено также совещание с руководителями частных клиник и достигнута договоренность об обмене информации для того, чтобы понимать всю ситуацию на территории города Одессы в комплексе. Мониторинговая группа отслеживает наличие средств защиты, наличие оборудования для того, чтобы оперативно формировать какую-то потребность в случае, если нужны будут какие-то дополнительные закупки и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что кроме тех мер, которые предпринимаются городскими властями, системой здравоохранения как нашего города, так и страны в целом, очень большая ответственность лежит на каждом из нас. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть симптомы респираторного заболевания, проявите, пожалуйста, ответственность, не посещая общественные места, своевременно обратиться за медицинской помощью в телефонном режиме, потому что мы все знаем, что от своевременности обращения за медицинской помощью зачастую во многом зависит успех лечения пациента. Я желаю всем одесситам и всем нашим жителям быть здоровыми и не болеть, и иметь постоянно контакт со своим доктором для того, чтобы реагировать на все ситуации, связанные с изменением здоровья, и при необходимости получить всю необходимую медицинскую помощь. Продолжение следует... Продолжение следует...